ну вот дорогие друзья в эдаке мы с вами закупились а теперь поедем в русский магазин посмотрите как русские здесь торгуют продуктами которые изготавливаются все равно в германии но по русским рецептам поэтому как бы можно не пугаться что подвезут что нибудь не то по пешеходным переходом здесь ходят почти не обглядываясь вот пожалуйста мы с вами заправили за ур-37 здесь уже ур-44 доказательства обратите внимание на эту трубу красную которая стоит эта труба установлена также и в кельне символизирует оси двух городов-побратил все бы ничего ребят дело в том что за эту трубу за эти две трубы наша ратуша заплатила 1 миллион евро ну представьте вы говорите вы приходите архитекты разуме классная идея две трубы воскнуть сколько хотите а вот мне 500 тысяч за идею ну хорошо остальные 500 тысяч мы на них построим ну вот стоит это красная труба красная труба как памятник дури чиновников но ясно что-то все равно так просто это не бывает если я приду туда все равно здесь в германии существует так называемый витамин b бицин то есть отношения от этого никуда не уйдешь ну если взятки они не берут по мелкому то по крупному там несколько миллионов возьмут такие случаи бывали а так чиновники которые обычно русские люди связаны в паспорт там там стали или еще что настолько обезличено все что там бесполезно это делать так это вот частный сектор здесь живут средний класс живет и те люди которые пережили восстановление германии и те времена великого подъема сейчас строительство довольно таки дорого и и обходится в копеечку особенно земля в Боне очень дорогая земля поедем в русский магазин у русского магазина проблемы с парковками если вы видели в немецком магазине масса просто масса парковки то здесь с этим настолько ограничено это ну русские люди привыкли на мыле экономить им все равно они знают что из соседних деревень все равно приедут никуда не денцы видите вот это вот все микс мат и поставить машину практически негде поэтому с вами поедем черт знает куда сейчас парковаться так естественно наши русские люди ставят так что ты фиг проедешь ему плевать ему надо встать и все а ты хоть пропади так ну вот я вижу для себя место которое в принципе можно использовать так вот так вот так вот так я сейчас вот встану создам при этом неудобство для пешеходов ну а что я должен делать закрыли ласточком пошли здесь в основном русскоязычное население собирается так вот гриль кто-то организовал русские интернациональные специалисты да так ну вот то что я и говорил здесь конечно с овощами все в порядке так смотрим смотрим мне захотелось побольше какие то такие ну ну ладно зайдем во внутрь там посмотреть есть тоже целая куча всяких разных с овощами тут все в порядке и с русскими продуктами вот 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 здесь морковка подешевле я уже вижу так то есть нам надо с вами видите он небольшой он небольшой скромный такой зато есть малосольные огурцы целая ведерко стоит 6 евро так так а вот то что нам нужно было бы привет это вот нам было бы нужно необходимо даже нам было бы вот такая петрушка целый пучок большой так наверное мы его и возьмем с вами так укроп для украшения только что разве так дальше и здесь еще мета вот так русские конфеты по названию пролина так очень много русских конфет но не всегда их вкус совпадает так что я допустим здесь предпочитаю вот это очень хорошая штука плетеночка такая польская из сыра напоминает рыбу и сыр напоминает рыбу потом я люблю здесь сметану зорька моя мы берем еще здесь вот она хреновина это то что мы не можем купить допустим в магазине немецком куча различных колбас с колбасой я вам скажу так что тоже никогда не угадаешь написано краковское но там от краковской не знаю очень мало что осталось куча мяса куча мяса шашлыка не маринованная маринованная еще нет шашлыка маринованная различная рыбка кстати моего иногда бывает находит на меня я моего кушаю так сушеная щука и вот эту рыбу мы с вами пожарили в прошлый раз здесь я не убрал есть также у сестры 9 евро килограмм красная рыба такие большие мы насчет алкоголя здесь ой 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 ну вот куда вот куда сейчас я покажу вот он вот империал вот это я очень люблю водку империал я предпочитаю А вино здесь лучше не брать. Мы как-то раз жену взяли для любимых. Она меня никак не побила. Здесь есть дюшес, как видите. Дюшесы всякие. Потом есть классы. Тоже не купишь. Только здесь. Ну а с пивом здесь вывод совсем такой. Балтику я не пью. Если я что-то здесь беру попить, так это класс. Куча русского печенья. Я люблю вот это. Зоологическое. Здесь написано Тир-парк. Деревянный парк. Ну что меня еще здесь бывает интересует. Это икра из кабачков. Потом я беру лечо. Венгерское здесь. Вот оно, оно. Вот я его тоже люблю. Ну а так. А, чуть не забыл. Русские консервы. Вот они они. Ну вот тут тоже я вам скажу, что если вы берете в одном месяце вот это помидоры малосоленое, в надежде получить малосоленое, то в следующий месяц вы получите под этой же маркой остросоленое. Такие, что в рот не возьмешь. О, пошли арбузы уже. Здесь уже позиция банка. Погай арбузы привезли. Ну вот очень декоративный такой фрукт. Очень декоративный такой. Так. Вот. Пожалуйста, семечки. Хочешь? Пожалуйста, семечков нагреби себе и шелкай. Семечков. Соленые арбузы. Это русский специалитет. Так. Ну вот, пожалуй, все. Я сейчас возьму, пойду эту самую свеклу, морковку, свеклу, морковку. Картошка у меня, по-моему, есть. Но я посмотрю сейчас. Итак, берем свеклу. Да, покрупнее возьмем. Здесь, конечно, почищена Это там, где я протиснулся, а эта машина не может пройти. Поэтому и бибикает. Требует, где этот долбанный водитель. Правильно, требуется. Так. Ну а мы с вами продолжим выбирать свеклу. Вот еще большая свекла. Так. Декоративный такой какой-нибудь. Вот. Позьмем. Свеклу взяли. Отлично. Так. Нам нужна морковка будет. тем более, что она уцененная. Красный цвет говорит о том, что это уцененная. Обычно желтая. Паренек пришел подстричься, наверное, или что там парикмальская русская. А, байфрезер и айка. Ау. То есть пошел подстричься, рядом, прям напротив, приполковался. Молодец. Так. А мы с вами возьмем еще какую-нибудь репку. Вы знаете, вот с репкой у меня есть какая-то идея такая, я, наверное, ее все-таки куплю. Вот такую репку отдельную, большую. О. Да. Эй, момент, момент. Так. Я возьму вот эту репку и дальше можете ехать. Спасибо. Не за что. Если дальше нам нужен будет еще вот этот синий и лук и какую-нибудь картошечку. Так. Желательно, чтобы она была без кухни. То есть такая, которая трудно разваривается. Пойдем, Кася. Идем, Кася. И говорим доброе утро. Доброе утро. Так. Мне нужен будет пакет. Алло. Сколько лет 8-12. Мастеркард вы не берете и когда меньше 10-ти вы берете только бар. Так оно есть, да? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Берите. Берите. Идем классочки. Смотрим нет ли на лобовом стекле какой-нибудь пресс иные бумажки. Нету. Хорошо, нам повезло. Поехали дальше. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами закупились на винегрет. Как я предполагал, это где-то обошлось мне в 10 евро. Ну, в принципе, из этого нужно много сделать винегретом. Наверное, так и поступим. Потому что пока будем раскладывать из чашки в чашку, я думаю, он начнет терять свои первоначальные цвета и посему пусть будет. В общем, первое. Так, и теперь, если вы еще не устали от этого похода, я вам предлагаю прокатиться ко мне на работу, потому что это надо все отвезти теперь. И проедем через город, я вам немножко про город расскажу. Хорошо? Ну, то есть, кто хотел по магазинам, могут на этом закончить, кто хотел прокатиться еще по городу, давайте проедемся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова